Это растение саксоул и, казалось бы, обычный кустарник, характерный для пустынной местности. Но на самом деле это древо жизни, как по-другому еще его называют, играет важную роль в сохранении экосистем, потому что защищает почву от эрозии и препятствует движению песков. Кстати, в Жамбулской области сегодня этот вид активно восстанавливают. И в этом выпуске программы «Саза Казахстан» мы расскажем вам подробнее о незаконной вырубке саксоулы и как сегодня его возрождают. Саксоул — это не просто растение, это основа пустынной экосистемы Казахстана. А его мощные корни, по словам экспертов, удерживают до 4 тонн песка. К слову, ветви этого кустарника служат убежищем и местом гнездования для многих краснокнежных животных и птиц, а семена являются источником пищи. На исчезновение этого редкого вида древесного растения сказалось сразу несколько факторов. Выпас скота, который вытаптывает корни кустарника, вырубка саксоула для использования в качестве топлива и засуха. А это временный питомник, где выращивают черный саксоул. Обратите внимание, что этому растению около года, и скоро его будут выращивать уже на открытой территории. Здесь мы выращиваем саженцы саксоула. Весь период за ними активно ухаживать. Приезжают люди на прополку, обрабатывают. После того, как они подрастут, кустарники черного саксоула высадят в поле. Мы сюда посеяли семена саксоула в 2023 году осенью. С того времени мы по сегодняшний день проводим работы, уходные работы за этими нашими саженцами. Бывает, в летний период саксоул перебаливает. Эта пигментация у них идет в дни летних дни, когда у нас идет дождь. Потом сильная жара. В этот момент мы уже, соответственно, применяем меры, которые даем биодобавки. Саксоул требует особого ухода или это непривередливые растения? На самом деле за ним нужен большой уход в первое время, даже если он не требует полива. Семена не все приживаются. Их специально отбирают по категориям в лаборатории. На что вы ориентируетесь, когда подбираете территорию для посадки? В первую очередь должно быть много песка. У нас также много глины в регионе. Вот на такой территории садить категорически запрещено, не вырастет. У вас по плану, вы отметили, что 25 гектаров, да? Да, у нас по плану временный питомник у нас 25 гектаров. Есть гослесфонд у нас, там мы сажаем тысячи гектаров. В этом участке, в питомнике временном, у нас работают человек 20-25. В этом году по Жамбульской области мы выявили один случай незаконной вырубки саксоула. Работа по сохранению этого редкого вида мы проводили много лет. И сегодня мы видим большой результат. В целом, по незаконной вырубке редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев и кустарников, занесенных в Красную книгу, мы выявили 218 случаев. В этом году группа природоохранной полиции выявила 434 правонарушений. В прошлом году 624. Это незаконная охота по статье 382 Административного кодекса. 271 дело по нарушению правил рыболовства. Сейчас наша основная сила направлена на борьбу с браконьерством. Посадкой охраны Саксоула активно занимаются и в Маинкумском районе Жамбулской области. Проделав большой путь, мы наконец-то добрались сюда, чтобы лично оценить эффективность применяемых методов. Сейчас у нас проходит осенняя акция. С 1 по 10 ноября собираем семена Саксоула. На питомниках проходят работы по осенней посадке саженцев. В этом году выделено 300 гектаров. В прошлом году посадили 2400 гектаров. А где вы потом храните эти семена? Мы семена не храним, а сразу высаживаем. Вот эти, например, планируем высадить до декабря. Как только собрали в течение двух месяцев, надо высадить. Насколько сегодня тяжело собирать семена Саксоула, ведь они совсем легкие? Да, очень тяжело. Нанимаем людей, которые проделывают эту кропотливую работу. Этот процесс даже контролируют наши инженеры. Если ближе посмотреть, здесь даже не видно, что это семя. Не понимаю, как можно их собирать. Ветром разве все это не уносит? Да, семена сложно увидеть. Вот эти маленькие цветочки и есть семена, которые все собирают. А какая вероятность, что все они приживутся? Приживаемость хорошая – 70-80%. Например, в прошлом году взошло 80% урожая. А какие растения еще произрастают у вас на территории, кроме Саксоула? У нас растет дерево туранга. Один из видов тополей, который занесен в Красную книгу. Кроме того, солянка деревцевидная. По-другому кустарник называют боялыч. Он невысокий, вырастает до 50-60 сантиметров. Но основной вид, конечно, Саксоул. Вообще у нас много видов растений и животных на грани исчезновения. Наше лесное хозяйство поделено на две части. Это Алмавы и Коктерек. Вот видите, где они граничат между собой? Вот это Алмавы – 171 тысяча гектаров. А эти части – Коктерек. Общий объем – 468 тысяч гектаров. Мы охраняем эту территорию. С 11 ноября пожароопасный период завершился. Пришел соответствующий приказ, и мы доставили все оснащение назад на базу. Диспетчер тоже ушел на отдых до объявления следующего сезона. За последние 8 лет у нас не было случаев лесных пожаров, даже мелких возгораний. На двух постах проходит круглосуточный мониторинг. Всю деятельность лесничества осуществляем с помощью этой техники. Тракторы, УАЗ, НИВы, пожарные машины. Есть также мотоциклы. Во время дежурств у нас также тракторы находятся у постов. Но сейчас, в связи с завершением пожарноопасного периода, мы пригнали их на базу. На территории мы также разместили времянки для наших работников, кто выезжает на питомники. Людей на такую работу мало приходит. Кто-то приезжает из соседних сел, и уезжать уже назад сложно. Поэтому оборудовали такие вагоны. Они приезжают сюда на 20 дней примерно. Потом возвращаются домой. Другого выхода нет. Чтобы найти сотрудников, мы часто обращаемся в биржу труда. Они нам помогают с работниками. У нас в гараже также стоят плуги, чтобы пахать землю. Вот сейчас они активно используются, потому что идет осенняя посадка. В этом месте у нас расположен пост, где производят наблюдение за территорией. Вот видите, пост находится на возвышенности. Поэтому открывается хороший обзор. То есть при возникновении возгорания наш сотрудник сразу же заметит это и доложит центр. Ниже есть место для вертолета, на котором проводится облет угодий. Вы знаете, каждый день лесники могут делать до четырех облетов. Все зависит от уровня пожароопасности. Данные с облетов также поступают в центр, дополняя информацию с наземных постов. Это позволяет нам максимально эффективно контролировать ситуацию и предотвращать лесные пожары. Наша задача – сохранить и приумножить лесной фонд. В последние годы мы активно работаем над восстановлением такого редкого вида растения, как саксаул. И могу сказать, что нам это удалось. В целом, саксаул играет большую роль в экологии нашей области. Мы увеличили площадь произрастания саксаула на почти 300 тысяч гектаров. На этом не останавливаемся и продолжаем работу по посадке. Сегодня во многих районах Жамбулской области уже наблюдается значительное увеличение площадей, занятых саксауловыми лесами, что положительно сказывается на экологической ситуации в регионе и сохранении биологического разнообразия. Однако для поддержания этой положительной динамики необходимы дальнейшие усилия. В целом, в стране создают генетический банк семян лесных пород. Его список включили 46 видов краснокнижных растений, включая различные виды саксаула. И перед этой программой стоят задачи по борьбе с опустыниванием, совершенствованию методов лесовосстановления и повышению осведомленности населения о важности сохранения лесов. Только комплексный подход, объединяющий научные исследования, государственные программы и активное участие местного населения гарантируют сохранение этого уникального природного богатства на многие годы вперед. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА